Тысячи людей собрались на площади в тот день там, а реакция была так, взять в кольцо, оцепить, а потом просто подавить вот таким вот, скажем, кровавым способом. Используются боевые, нормальное боевое оружие, пулеметы, снайперы, то есть используется полномасштабная военная такая сила. У нас есть аудио доказательства во время расстрела, и эксперты как бы дали заключение, что это было крупнокалиберный пулеметовый залп. Десять лет назад из Андижана поступало очень мало видеосообщений, и вообще практически нет никакого видеодоказательства того, что произошло расстрел, и умерло столько людей. Есть какие-то фотографии трупов, и больше ничего. Почему так? Где? Неужели нигде нельзя было найти видеодоказательств расстрела мирных людей? Не забывайте, это событие 2005 года, еще развития таких дигитальных технологий не было, то есть невозможно было отснять в полном объеме, то есть нету таких журналистов, присутствие журналистов было минимальное. Правительство Узбекистана до сих пор утверждает, что погибло 180 человек. Что говорят правозащитные организации? Известна ли нам хотя бы реальная цифра погибших? Последний результат каких-то исследований, Human Rights Watch и других организаций, до тысячи человек, возможно, было убито. Так как трупы возились грузовыми машинами, были братские могилы, люди, которые были вовлечены в захоронения, были уничтожены. Все следы были потеряны фактически. Европейский союз наложил санкции против Узбекистана в 2005 году из-за этих событий. Санкции потом были сняты, и сейчас я слышу новые призывы все-таки наказать правительство Узбекистана, потому что за 10 лет не было проведено международное расследование, как того требовало международное сообщество. Насколько это реально, как вы считаете? Вот сейчас, учитывая роль Узбекистана в Центральной Азии и продолжающихся проблемах в Афганистане. Для Узбекистана вопрос закрыт. Они с самых высоких трибун и вообще в любом подходящем месте, где спрашивается ответ на этот вопрос, как по Андижану, кто будет наказан. Они говорят, для нас этот вопрос исчерпан, закрыт. Европейский союз ввел санкции, убрал санкции. Для Европейского союза этот вопрос тоже не на повестке дня. А вот для самого народа Узбекистана люди помнят об Андижане? Люди не хотят помнить об Андижане, хотят стереть с памяти это событие, так как за последние 10 лет на мнение людей появляли очень много факторов, включая активную агрессивную пропаганду в этом вопросе. Последней каплей был художественный фильм «Предатель». И он колоссально меняет отношение людей вообще к этим событиям. Продолжение следует...